Привет, с вами Ньярл, и это каст матча Dawn of War 2 Retribution Elite Mod 1 на 1 на карте Квест Хереси между игроками Redbeard, который играет за техно-десантника, и Dawn Freeman 12, который играет за тирана Улья. И Dawn Freeman начинает матч с отряда термогаунтов. Приятно было найти реплей, еще один, в котором участвуют тираниды. Насколько я знаю, этот матч принадлежит к серии игр, которую эти игроки играли в предыдущей лиге по Elite Mod. Так что я извиняюсь, если вы уже видели этот реплей на канале какого-нибудь англоязычного кастера. Вроде Indrid, только один делает. Но как бы я не считаю зазорным делать этот каст, потому что не все говорят по-английски здесь. Ну и даже сам я Indrid, в общем-то, не смотрю. Redbeard пошел в отряд тактических десантников и скаутов. И сейчас силы встретятся на центре. Технодесантинг занимает позицию. Под базовым синапсом тирана Улья хромогаунты могут перепрыгивать через укрытие. Что они делают для того, чтобы добраться до этих скаутов. У тирана Улья подход более прямолинейный, он просто проламывается сквозь эти укрытия. Ну что, скаутам нужно будет отступить. Они потеряли одну модельку. И Дон Фримен довольно уверенно занимает центр. Второму отряду скаутов был доделан апгрейд на дробовик, но немножко поздновато. Они уже не успели им воспользоваться. И, да, Дон Фримен просто задавил, задавил красноборода массой. Игроки что-то обсуждают по поводу того, кто за кого герой играл. Но это вот они, они эти матчи играли в лиге. Ничего, скоро начнется новая лига. Мне не придется откапывать древние матчи, которые были сыграны, черт знает, сколько месяцев назад. Но этот момент однажды настанет. Выводок воинов выходит на поле боя. Ну и я уже давно потерял надежды увидеть воина с шипастым удушителем. Так что я практически 100% уверен, что это будет воин рукопашный, с адреналиновыми железами на втором тире. И чем же занимается сейчас Дон Фримен. То есть генераторов у Радберда нет в данный момент. Он их просто еще не ставил. Ну вот Дон Фримен только что сам застроил свою геноферму. Ну вот Радберд поставил один генератор. И делает Девастаторов. Да, Девастаторы это хороший выбор в данной ситуации. Но у Тирана Улья есть очень, очень старая, даже не старая, а очень классическая наработка на тему борьбы с Девастаторами. И да, это Чарж. Удлиненный панцирь дает Тирану Улья Чарж. Тирану Улья, конечно же, неподавляемый. То есть если Тирану Улья видит отряд подавления, он может на него просто сбить. И Хромогаунты почти что погибают. Но нет, космодесантники решают их не преследовать. Для них важнее немного отступить, занять позицию получше против оставшейся армии Тиранида. И да, конечно, это может выйти боком Тирану Улья, использование этого Чаржа против отрядов подавления. Потому что если очередь правильно зайдет, то есть вот очередь начнется прямо в тот момент, когда он рядом с Девастаторами. Или рядом с отрядом подавления, он имеет все шансы умереть. По крайней мере он бы имел все шансы умереть, если бы это были луты. Ну, я немного преувеличиваю, но он может получить очень много урона. Он может умереть, если у него половина здоровья, скажем так. Или треть. Зависит от того, какой именно это отряд подавления. Зависит от этого. И технодесантнику был выдан снайперский болтер. Так, пока что контроль над картой довольно стабильный с обоих сторон. Дон Фриман играет очень агрессивно. И это окупается. У него контроль над картой был чуть-чуть получше. Девастаторы подавляют. Но они не подавляют этих воинов, которые обходят линию огня. Нападают на Девастаторов. Тем временем тут хромогаунты отгоняют технодесантника. Точнее, технодесантника. Это не просто техножрец. Целый технодесантник. И термоганты сразу же бегут хараси-генераторы. Да, это основная фича этой карты. То, что здесь основная геноферма каждого игрока находится прямо на выходе из центра. Захватил центр, иди и харась. На здоровье. И Дон Фримонт ставит здесь гнездо улья. Это очень мощный такой повер-мув. Потому что гнездо улья в данной позиции, оно позволяет ему... Во-первых, оно позволяет ему контролировать две точки победы. Что уже хорошо, само по себе. Во-вторых, оно оказывает... Ну, укрепрайон, созданный здесь, оказывает постоянное давление на геноферму Рэдбирда. Рэдбирд, он не может себе позволить... Ну, тут уже, да, я слишком рано обрадовался. Бруднест был поставлен немножечко неаккуратно. И он простреливался оттуда. Ну да, о чем я говорил. По крайней мере, обсудим намерения Дона Фримона. То, что случилось бы в прекрасном розовом королевстве мечтаний. Там, где у него все получилось. Укрепрайон оказывал бы давление на геноферму. И, по сути, у Рэдбирда у него бы не было возможности пойти куда-то еще. Потому что, если бы он пошел своими войсками куда-то сюда, для того, чтобы перекепать или обойти, Дон Фримон тут же бы атаковал его генератора. Но армия Тиранида отступила. Рэдбирд оттолкнул его от своих генераторов. Тут бегает воин. Но все равно, контроль над картой пока что у Дона Фримона намного лучше. Рэдбирд периодически отбивает его атаки. Когда Дон Фримон совсем перерастягивается. Растягивается. Отбивает его атаки. Перекапывает немножечко. Но потом Дон Фримон опять начинает массировать свои силы. Такуют волнами. К сожалению, у хромогаунтов нет синапса. Они не смогут перепрыгивать через укрытие. Так, Девастаторы раскладываются. Ну и против Тиранидов улучшенные прицелы. Да. Тиран Улия заходит сбоку. Таранит Девастаторов. И Тирану не нужны никакие равенеры. У Тирана есть он сам. Технодесантник заснайпил несчастного термоганта и убежал. И Дон Фримон на втором тире делает Зантропа. Это очень неординарный выбор. Но и он снова ставит гнездо. Это очень неординарный выбор. Но он вписывается в то, что он сейчас делает. Он ставит это гнездо. Зантроп поможет ему значительно. Поможет ему его защищать. И что самое главное, Зантроп дает синапс на регенерацию. Господи. Еще одно потерянное гнездо. Может его поставить так, чтобы оно не простреливалось с центра? Товарищ Дон Фримон где-нибудь здесь. Чтобы оно не простреливалось с центра. Технодесантник вынужден сейчас будет отступить. Но Токтай и Скауты. Красная Борода только-только переходит на второй тир. Значительно он отстает в этом плане от своего соперника. Хорошие залпы с дробовика. И Тираниды вынуждены отступить. На втором тире, думаю, ему отлично зайдут Штернгарды. Я говорю это в каждом касте уже. Что Штернгарды отлично зайдут. Штернгарды отличный отряд. Но Штернгарды действительно отличный отряд. И против Тиранидов их ядовитые патроны бы... Да-да-да, и вот вся речь. Вплоть до упоминания ядовитых патронов. Но если у него бегает неапгрейженный отряд... Ну сейчас-то понятно, бегает неапгрейженный отряд Токты. Потому что он только что перешел на второй тир. Но если уже поздний второй тир. И у игрока все еще есть просто неапгрейженный отряд Токты. Который бегает по окрестностям и стреляет с болтера. То почему бы его не проапгрейдить? Почему бы и нет? Так, в выводку воинов был сделан апгрейд на адреналиновые железы. И Токта постреливает в них болтами Кракен. Наносит довольно неплохой урон. Граната на подходе. И отличная граната. Убивает одного воина. Но Скаутам... Скауты смогут ли они убежать? Да, они смогут убежать. Может быть снайп от техни-десантника убьет еще одного воина? Что тем временем происходит здесь? Ставится капиллярная башня на выходе с центра. Девастаторы убегают живьем. Красная борода ставит еще один генератор. И Дон Фриман уверенно все пытается и пытается занять центр. Его можно понять. Вот, наконец-то поставил капиллярную. Ну, капиллярная башня-то не обязательно. Он поставил бруднесс чуть-чуть левее. Чтобы его сложнее было прострелить вот отсюда. И Рэд Бирду придется сейчас атаковать отсюда. Как бы до этого он пытался обойти Дона Фримана. Но сейчас это не вариант для него. Потому что если он отойдет, Дон Фриман тут же атакует его генераторы. В этом вся стратегия этого укрепрайона. Зантроп находится на поле боя уже довольно давно. Сейчас он постреливает по технодесантнику. И гнездо Улья само по себе дает ауру регенерации. Насколько я помню. Ну и мы видели, она давала ауру регенерации. Еще до того, как Зантроп вышел на поле боя. И Зантроп тоже дает ауру регенерации. Я думаю, они стакаются. Почему бы и нет? Потому что аура Зантропа это синапс считается. Красная борода делает Дредноута. Я думаю, он успешно прорвется. И третье гнездо... Третье гнездо выводка будет разрушено. Очень скоро. Так, снайп в Зантропа. Он только вычитает у него немного энергии. Но это Тиран Улья. Апгрейженный на силовое поле и когти. Апгрейд на когти у Тирана это нечто. Но стоит упомянуть, что Тиран с апгрейдом на эти когти является самым дамажащим героем в игре. У него самый большой ДПС в игре. Это 108. Есть пара героев, у которых 100 ДПС. Но в дополнение у Тирана Улья ДПС Хэви Миля. Что самое важное. То есть он не просто дамажит больше всех в игре. Он дамажит по всем целям. Радбирд призывает второй отряд такты. Шторнгарды было бы неплохо сделать. Ну, хотя у Радбирды сейчас нет денег на шторнгардов. У него каждая копеечка уходит на то, чтобы выжить. В этом отчаянном бою с Доном Фрименом. Который обходит слева. Что он замышляет. Что же он замышляет. Но проход на центр слева уже занят Девастаторами. Тиранулия бежит на Девастаторов. Они стреляли по кому-то другому. Поэтому он даже урона не получает. И видно, он просто двумя ударами к лишни дропает модельку Девастатора. Тут Тиранулия с этим апгрейдом очень страшный командир. Но у него остается довольно мало здоровья. И он все еще гоняется с Девастаторами. Он может даже погибнуть. Нет, еще один выстрел. 5-0, он погибает. Но на поле боя выходят Ядовитые Воины. И теперь уже Ядовитые Воины настреливают по Дредноуту. Дредноут идет в рукопашный бой. Девастаторы тут еще не отступили. У них уже осталось очень мало жизни. И Зоантропа с Ядовитыми Воинами остаются против Дредноута. Ладно, Зоантроп дает мозговой залп по Дреду. И отступает. Дредноут отступает. Но тут уже практически на базу лезть к Дону Фримену смысла нет. Примечательно, что Фримен мягко отступал именно по этой линии. Для того, чтобы... Ну хотя он и заходил по этой линии. Скорее всего поэтому он отсюда отступал. Но так или иначе это позволило сохранить его генераторы в безопасности. Сейчас Радбирд, он охраняет проход... Левый проход. А не центральный проход, с которого он мог бы обстреливать генераторы. Это довольно хороший выбор позиций со стороны Дона Фримена. Делает его генераторы чуть-чуть безопаснее. Так, тиранули. У него закончилось силовое поле. Его воскресили. Дредноут был починен. Такта с плазменным ружьем. Так, здесь просто скауты стоят на точке победы. Расстреливают щупальца. И тиранит снова атакует слева. И на этот раз космодесантники, похоже, не будут давать им бой. Они просто убегают. Да, Девастатор был на базе, пополнялся. И да, на поле боя выходит еще тирангард. Посмотрим, насколько хорошо он сыграет. В принципе, у Дона Фримена, у него уже есть все инструменты для того, чтобы расстрелять армию соперника. Ему не хватает только фронтлайна, танкования. И тирангард может делать много танкования. Он жирный. Это, в принципе, единственное его достоинство. Он жирный. Но в данный момент это все, что нужно для того, чтобы быть полезным. Так, Рэдбирд. Ну, его генераторы. Так-то отступает. Но никто не умирает. Его генераторы могут получить урон в очередной раз. Его последний генератор. Да, ядовитые воины его добивают. Какая тяжелая игра для Красной Бороды. Тиранид просто безжалостно его давил. Абсолютно безжалостно. И Дон Фримен делает второго Зоантропа. В игре один на один увидеть второго Зоантропа... Да у меня уже был... Это второй каст, где мы видим второго Зоантропа в игре один на один. Так что это уже не так... Не так дико, как когда-то казалось. Но если первый Зоантроп как-то вписывался в ее стратегию укрепрайона, то второй не вписывается. Он просто так его сделал. Потому что считает, что уже выиграл. Красная Борода. Как же у него мало денег. И как же у него много юнитов. У Красной Бороды... Попкапа 86. Против 82 попкапа у Дона Фримена. То есть Дон Фримен, несмотря на то, что у него... Ну не в обоих полная линия. У Дона Фримена считается, что у него меньше народу. Так. Девастаторы вынуждены отступить. Скауты подходят. Разведчики разведывают. И зайдет ли первым Дредноут. Сейчас Дредноуту уже опасно это делать. Потому что два Зоантропа со своими мозговыми залпами. Плюс ядовитые воины. Дредноут может умереть очень быстро. Скауты вынуждены отступить. И два отряда такты в компании. И Дредноут прорывается сквозь стенку. За этой стенкой прятались Зоантропы. Как неаккуратно. Дредноут бьет кулаком по земле. Зоантроп застанен. Но воины не дают ему к нему пройти. Еще один удар. Он делает. Но у Зоантропа осталось так мало здоровья. 11 здоровья. Еще несколько выстрелов и Зоантроп бы погиб. Но Дредноут находится вблизи ядовитых воинов. Тоже вынуждает их отступить. Ну и в данный момент он остался в битве с... Он убивает рукопашных воинов. Ну и оставшись в битве с тираном Улья. С когтями. К сожалению у него уже не было... Не было шанса спастись. Но это была очень результативная атака от Радбирда. Ну результативная в смысле того, что он убил отряд ядовитых воинов. Точнее отряд обычных воинов. И все. В то время как он сам потерял Дредноута и отряд скаутов. Размен не самый хороший на самом деле. Но это хоть какой-то размен. Да. Мне стыдно, что я назвал это результативной битвой для Радбирда. Это битва, в которой что-то происходило. Я назову ее так. Битва, в которой умирали юниты. Она была результативной для нас как зрителей. Скорее. Чем для них как игроков. Ну для Дона Фримена она была результативной. Он убил Дредноута и отряд скаутов. Теперь он может намного спокойнее занимать эту позицию. Конечно, отряд рукопашных воинов потерять неприятно. Но это не самый полезный отряд в мире. Тирангард делает примерно то же самое. Только не дает Синавсовую отдачу каждый раз, когда теряет треть здоровья. И Дон Фримен переходит на третий тир. На третий тир. Так-то с плазмами настреливают по Тирангарду. Он, конечно, получает много урона, но он успеет отступить практически наверняка. Здесь ядовитые воины пытаются в рукопашном бою забить технодесантника. И Рэдбир делает еще одного дредноута. У него не было выбора. К сожалению, тут он проигрывал и тактически, и экономически. И сейчас его технодесантника добил Тирангард. Я считаю, что ключом к победе Дона Фримена... Ну и понятное дело, мы уже можем довольно откровенно говорить о том, что Дон Фримен выиграет этот матч. Я считаю, что ключом к победе Дона Фримена было его позиционирование. Очень хорошее позиционирование. То, как он располагался здесь, атаковав вражеские генераторы. И то, как он атаковал здесь. То есть он шел не отсюда, а он шел отсюда. Потому что в первый раз, когда он атаковал слева, ему пришлось отступить. Если бы он атаковал отсюда, ему пришлось отступить. Его генераторы бы оказались под огнем. Так этого не произошло. Таким образом, даже когда Рэдбир контролировал центр карты, он все равно не мог атаковать генераторы Дона Фримена. Возможно, Рэдбирду стоило атаковать отсюда. Хотя, не знаю, не знаю. Ну, вот эту стратегию с укрепрайоном, на самом деле, Дон Фримен пытался сделать несколько раз. Все разы ее сносили. Но она приносила... Она выигрывала ему время каждый раз. Время и ресурсы. По сравнению с соперником. И Дон Фримен 12-й делает сформлорда. Вот этого товарища мы уже точно давно не видели. Остается всего лишь 66 очков победы у Рэдбирда. Ну и Дон Фримен уже просто бегает по карте и всех избивает. Ну да, в результате всех этих действий Дона Фримена... Рэдбирд, он не мог захватить инициативу в бою. У него было мало ресурсов. Ему приходилось тратиться на дредноутов и разменивать их, для того, чтобы как-то вытолкнуть Дона Фримена с центра, с его генераторов. Ну вот, он убил тирангарду дредноутом. Хорошая работа. Технодесантник отступает. И... Где же... Где же Свармлорд? Свармлорд выходит на поле боя! Вот этот здоровый парень с костяными саблями. Давай, пошли его в бой. Я хочу на него посмотреть. Опа! Он идет! Он идет! Свармлорд идет! Зачем тиранидам маленькие... Вот маленькие штучки рядом с их копытами? Ладно, не суть важна. Важно, что Дон Фримен уже выиграл этот матч. И Свармлорд ему поможет поставить в нем точку. Так, а урона ускорения отрядов. И... 17 очков победы остается у Радбирда. Тираниды врываются. И... Дон Фримен видит Свармлорда. Свармлорд... Чаржет... Радбирд! Ну... Радбирд просто сдался, увидев Свармлорда. Вот. Это Радбирд. Он увидел, как на него выходит из-за угла. Гигантский монстр. И решил, что пора бы написать ГГ. Ладно. Радбирд наконец-то сдался. Эта игра была закончена еще некоторое время назад. Я уже рассказал о своих мыслях по поводу того, почему она прошла так, как прошла. Надеюсь, этот матч вам понравился. Если он вам понравился, подписывайтесь на мой канал. Заходите в мою группу в Стиме. Заходите на мой сервер в Дискорде. Если вы хотите поддержать канал, в описании этого видео находится ссылка, которую можете мне задонатить. Если вы хотите помочь каналу, не тратя на это деньги, то вы можете просто поставить лайк, что поможет алгоритмам Ютуба советовать мои видео большему количеству людей. Спасибо за просмотр и до свидания.